Жил да был на свете человек по имени Остин Уиггин-младший. Его мать увлекалась предсказаниями по ладони и нагадала своему сыну то, что он женится на женщине с волосами цвета клубничный блонд. После смерти матери у него родятся двое сыновей, а дочери нашего героя станут известными музыкантами. И вот Остин вырос. Женился на женщине с волосами цвета клубничный блонд, у него умирает мать, рождаются два сына и несколько дочерей. Наш герой решает, что, видимо, это судьба, и предсказание работает. Забирает дочери из школы, покупает для них дешевые инструменты и нарекает их группу The Shacks. Вы на канале ФОТ ППК, и это история худшего альбома за всю историю музыки. Трудно представить группу, которая не хочет сочинять и исполнять музыку. Но именно такой группой была The Shacks. Дот играла на гитаре, Бетти пела и играла ритм-партию, Хелен играла на барабанах. Девочки, оторванные от нормального взросления и социализации, были вынуждены следовать суровому расписанию. Домашнее обучение с утра, днём упражнения на музыкальных инструментах, а перед сном – выполнение уже физических упражнений. И да, ни они, ни отец, в общем-то, и не знали, как играть на музыкальных инструментах. По правде говоря, отец не очень-то заморачивался по этому поводу, ведь искренне верил в пророчество, следуя которому девочки просто обязаны уметь играть чуть ли не от рождения. Если вы думаете, что сама по себе ситуация просто ужасна, поверьте, всё стало хуже. В 1968 году The Shacks дают свой первый концерт на шоу «Таланта» в соседнем городе. Довольно скоро после выступления толпа начала бросать мне панки из-под газировки. Это был провал. Огорчённые девочки хотели всё это бросить, однако отец и не думал останавливаться. Группа стала выступать на дискотеках в городской ратуши, но и там их перекрикивали и бросали в них мусор. Дела идут уже хуже некуда, но Остин не печалится, и в 1969 году покупает время на студии звукозаписи в городе Ревер, штат Массачусетс. Там его возразили, ведь девочки явно были не готовы к звукозаписи, однако альбом «Filosophy of the World» был записан. Субтитры создавал DimaTorzok Да, именно так они и исполняли. Неудивительно, что из тысячи пластинок с этим альбомом 900 просто исчезли. Ходят слухи, что именно студия звукозаписи приняла решение их выбросить. Это был единственный записанный альбом группы, ведь в 1975 году Остин умер, а группа распалась. Девочки начали новую жизнь, не связанную с музыкой, и были счастливы. Так должна была закончиться история группы The Shacks, однако это был не конец. В то время как девушки обустраивали новую жизнь, редкие копии альбома расходились среди музыкальных коллекционеров. В середине 70-х бостонская радиостанция под названием WBCNFM начала крутить «Filosophy of the World», и люди начали обращать внимание на эту поистине необычную группу. Курт Кобейн и Фрэнк Заппа признавались своей любви к The Shacks. Фрэнк даже говорил, что The Shacks лучше, чем Beatles. Со временем интерес к группе только рос, и вот уже пластинке присвоен рейтинг 86 на метакритике и позиции в рейтингах именитых журналов. А еще на песне пишут каверы, и поверьте, они все еще лучше, чем Beatles. Субтитры делал DimaTorzok Группа, кстати, пару раз воссоединялась и выступала на разных мероприятиях, но новых альбомов они так и не записали. У вас наверняка возник вопрос, Почему так? Я с вами соглашусь, ведь Philosophy of the World действительно самая странная вещь, что я когда-либо слышал, и я уж точно не захочу слушать этот альбом на постоянке. Девочки совсем не умеют петь, барабаны скорее издают звук, гитары звучат фальшиво и дешево, а текст... Текст написан детьми. Он наивный и глупый. Но с другой стороны, вы хоть раз слышали что-то подобное. Думы, прослушивая альбом того или иного исполнителя, вы слышите то, что так или иначе слышали до этого. Звучание выверено, вылизано и едва ли отходит от сложившихся канонов жанра. The Shacks – уникальная группа, привлекающая людей своим необычным и неповторимым звучанием, которое нужно услышать и оценить самому, ведь так или иначе равнодушным не останется никто. Так что, друзья, призываю вас, соберитесь с силами и послушайте Philosophy of the World. Альбом настолько плохой, что даже прекрасный.